Ну, я бы не стал так оптимистично говорить о положении дела в нашей стране, к сожалению, но если сравнивать опять же с развитыми странами, показатели российские, ну, скажем так, они бывают хуже, чем то, что есть на Западе. Ну, давайте вот как бы да, при этом вот согласен с коллегой положительная динамика, она, в общем, налицо. Действительно, мы сегодня живем в России лучше, чем когда бы то ни было за всю ее историю, и если сравнивать показатели социально-экономического развития, там, показатели человеческого капитала с тем, что у нас было в 2014 году, а это лучший вот докризисный год, ну, по многим показателям мы живем лучше, по некоторым еще там не дотягиваем, но по основной массе у нас уже плюс по сравнению с 2014 годом. А если вот вернуться к показателям вот этого майского указа, новые цели, национальные цели развития, то их можно разделить на, там, на две или три группы. Первая – это демографические цели и все, что связано с рождаемостью и продолжительностью жизни. Вторая история – это социально-экономические показатели, такие, как вот бедность, там, и все, что связано с вот ее преодолением, повышением уровня жизни, там, рост реальных доходов и технологические цели, то есть совершенно конкретные показатели, которые относятся не столько на качество жизни людей, сколько к развитию конкретных отраслей, там, IT, там, экспорт, несырьевой экспорт и так далее. Ну и понятно, что для россиян, в первую очередь, конечно, интересно, вот первые две группы – это демография и социально-экономическое развитие. И здесь у нас, в общем, действительно есть чем гордиться. Я бы остановился, сказал бы два слова про качественные показатели такого макроуровня. Ну, например, вот мы говорим о качестве жизни. Есть такой, их несколько показателей и качества жизни таких основных. Первое – это индекс человеческого развития, который считается Организацией Объединенных Наций. Вот лет там, года три или четыре назад, Россия вошла в число стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Это группа, там, из 50, там, где-то с чем-то стран, наиболее развитых в мире, и вот мы вошли в это число. Это вот первый показатель, то есть, который показывает, что действительно мы прогрессируем. А вторая история, которую вот мы считаем в финансовом университете, такой показатель называется «года счастливой жизни». Это доля людей, довольных своей жизнью, умноженная на продолжительность жизни. Она исходит из того, что цель каждого человека в жизни стоит в том, чтобы прожить максимальное количество лет и при этом быть счастливым. Ну вот, по этому показателю у нас показатель, на самом деле, не очень хороший. Около 60 лет, средняя продолжительность счастливой жизни россиянина. Там мы, там, в нижней половине мирового рейтинга, но при этом вот за последние два года, в 22-23 году, этот показатель начал быстро расти.